Опасный конкурент коалиции СВ Высокоскоростной несущий конус с возможностями ПВО Прошедшая в июне 2018 года в Париже 26-я международная выставка вооружений и технологии Росатеры 2018 отметилась невиданным ранее обилием представленных на широкое обозрение публики концептов перспективного военно-морского, зенитно-ракетного и артиллерийского вооружения Как выяснилось немного позднее, одним из наиболее неординарных и привлекательных для заказчика экземпляров, анонсированных в ходе данного события, стал демонстратор сверждально-бойного 155-мм управляемого снаряда 155-мм Solid Fuel Ramp Jet от норвежско-финской компании NAMMA, оснащенного ракетно-примоточным двигателем с твердотопливным газогенератором открытого типа Столь оригинальное решение норвежских и финских специалистов, также рассматриваемое нашими спецами из Тульского научно-производственного объединения сплав для обновления боекомплектов отечественных 152-мм САУМ-100С и коалиция СВ не могло не подвигнуть нас на подготовку статьи, сравнительного обзора под названием «Чей бог войны получит бонус» на европейском ТВД Гонка уникальных снарядов, ознакомиться с которой можно на военном обозрении в разделе оружия за 20 июня 2018 года В вышеуказанном материале мы детально рассмотрели все достоинства и недостатки ракетно-примоточных артиллерийских снарядов и смогли прийти к следующим выводам Так, достаточно длительный период работы ПВРД, выгорания твердотопливного газогенератора, позволяет, во-первых, поддерживать высокую сверхзвуковую скорость полета в 3200-3400 км в час как на маршевом участке траектории, так и на завершающем Это уменьшает вероятность перехвата современными противоракетными средствами противника, а также обеспечивает большую кинетическую энергию при поражении цель для компенсации и уменьшения веса боевого снаряжения снаряда Во-вторых, добиться дальности стрельбы в 80-120 км, что обеспечивает полное господство детища Атнамма над находящимися в серийном производстве американскими управляемыми артиллерийскими снарядами семейства М-982 X-Чалибур, не говоря уже и об обычных 155 мм осколочно-фугасных снарядах или активно-реактивных снарядах Но даже несмотря на тот факт, что уникальные свойства данного снаряда вызвали оживленный интерес представителей корпуса морской пехоты США Представители оборонного ведомства США не стали фокусировать внимание на амбициозном проекте НАМА и осуществлять его финансирование, из-за чего судьба 155 Осталось неопределенной И причины этому весьма тривиальны В первую очередь это необходимость радикальной миниатюаризации радиоэлектронной и электромеханической элементной базы умного снаряда для выделения внутреннего объема под контуры ракетно-примоточного двигателя и отсека с боевой частью Естественно, подобная миниатюаризация приведет к усложнению и удорожанию процесса производства критических компонентов снаряда, доведя общую стоимость изделия до 250-300 тысяч долларов, что Пентагон вряд ли устроит даже с учетом в 2,5 раза меньше стоимости в сравнении со снарядами закрытого проекта Во-вторых, это полное отсутствие модернизационного потенциала у норвежско-финского концепта, которое также связано с невозможностью размещения в уже забитом электроникой корпусе снаряда дополнительных датчиков Демонстратор артиллерийского снаряда с ПВРД-155 Именно по этой причине Пентагон сегодня акцентирует внимание на доведении до ума менее дорогостоящей концепции, заключающейся в адаптации высокоскоростных снарядов Изначально предназначенных для применения электромагнитной пушкой рельса троном К стрельбе из корабельных 127 и 155 мм артиллерийских установок МАК-45 МАД-254И АГС Эсминцев классов Орли Бёрк и Замволд, а также 155 мм САУ М109А6 И Гаубец М777А2 Адаптация данных снарядов под два различных калибра до безобразия простая не несет существенных финансовых затрат Она представляет собой банальный запуск серийного производства 127 мм и 155 мм поддонов, умными сердечниками которых как раз и станут управляемые снаряды Главной фишкой детища Бая Является огромная дальность полета, которая будет доходить до 130 км при стрельбе из 155 мм орудия АГС Эсминцев класса Замволд, и до 80 км из САУ М109А6 И все это будет достигаться без применения ПВРД либо донного газогенератора Весь секрет заключается в том, что HVP Обладает аэродинамической схемой несущий конус Главным достоинством которой является создание должной подъемной силы при малом аэродинамическом сопротивлении Аналогичная схема используется в свеждальной обойной зенитной ракете 9М82МВЗРСС-300В4 Следовательно, снаряды HVP Смогут поддерживать скорость полета в 2800-3200 км в час на протяжении большей части траектории полета, включая ее нисходящую ветвь Три варианта поддонов для снаряда HVP Под различные типы орудий Снизу вверх Для рельсовой электромагнитной пушки Для 155 мм орудий Для 127 мм орудий семейства Mark 45 Данная особенность, обуславливающая сохранение высоких энергетических свойств HVP В десятках километров от точки выхода из канала ствола Заставляет как командование ВМС и КМП США, так и специалистов БАИ Systems Все чаще задумываться о целесообразности разработки противоракетной модификации снаряда Тем более, что высокие АЛТХ данного изделия были подтверждены в ходе натурных испытаний Проведенных в ходе военно-морских учений РИМПАЧ-2018 близ острова Кауаи, Гавайи, когда артиллерийское орудие МК-45 эсминцы УРА USS Дюэй осуществила 20 выстрелов экспериментальными снарядами данного типа Уже сегодня HPV Оснащены развитыми хвостовыми аэродинамическими рулями, что при высокой скорости кинетической энергии позволит перехватывать маломаневренные воздушные объекты противника Естественно, при внедрении стержневой БЧ и компактной миллиметровой ГСН с миниатюрным неконтактным радиовзрывателем На втором этапе проектирования зенитного варианта HVP Могут быть добавлены газодинамические двигатели поперечного управления типа BIFPATH Чему поспособствует сохранение достаточного внутреннего объема несущего конуса благодаря отсутствию какой-либо двигательной установки И самое главное, запуск крупносерийного производства данных снарядов может сбить цену с 85 прогнозируемых до 55-60 тысяч долларов за единицу Для стандартной артиллерийской версии, и до 80-100 тысяч дол Для зенитного варианта А это уж куда более выгодный для Пентагона вариант, чем закупка в три раза более дорогих намовских воздушно-реактивных снарядов С худшими маневренными качествами и напрочу отсутствующим модернизационным заделом Источники информации H-T-T-P-S colon slash slash www.edmagazine.eu slash H-T-T-P colon slash slash forum.militaryparitette.com slash H-T-T-P-S colon slash slash bmpd.livejournal.com slash H-T-T-P-S colon slash slash russian.write.com slash